Семерых мирных жителей, среди которых три женщины и два ребенка, боевики держали в заложниках и убили в минувшее воскресенье во время столкновений талибов и группы боевиков, предположительно, последователей исламского государства. Местные власти обвиняют в убийстве террористическую организацию «Исламское государство». Хазарийцы, преимущественно исповедующие ислам шиитского толка, нередко становились жертвами радикальных исламистов, в том числе движений «Талибан» и «Аль-Каида». У берегов Турции в Вигейском море сегодня затонула направлявшаяся на греческий остров Лесбос лодка с мигрантами на борту. Погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе семеро детей. Береговой охране удалось спасти 27 мигрантов. По последним данным приграничного агентства Евросоюза «Фронтекс», за 10 месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли около 1,2 млн. мигрантов. В Еврокомиссии заявили, что нынешний миграционный кризис является крупнейшим в мире со времен Второй мировой войны. Тем временем на Мальте сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза Африка, посвященный проблемам миграции. В нем участвуют 50 лидеров европейских и африканских стран. Как сообщают информационные агентства, главная тема форума — поиск путей сокращения потока мигрантов, которые через Ливию бегут из стран Африки и Ближнего Востока в Европу. Еще один транзитный маршрут беженцев проходит через Турцию и Балканы. Ожидается, что Евросоюз потребует от африканских стран призывать на родину собственных граждан. Россия предложила провести выборы в Сирии через полтора года. В преддверии субботних переговоров в Вене по сирийскому конфликту в ООН распространен документ, согласно которому Россия предлагает ввести в охваченной гражданской войной Сирии переходный период 18 месяцев, после чего там можно провести выборы президента. Кремль также предлагает сирийской оппозиции выступить единым фронтом в качестве одной из сторон переговорного процесса в Вене. В венских встречах в конце октября принимали участие 19 делегаций, в том числе из России, США, Саудовской Аравии, Турции, Германии, Франции и других стран. Эти и другие новости читайте, смотрите на нашем сайте в интернете. Я желаю вам всего хорошего, до свидания.